Компания Opel постепенно в России расширяет модельный ряд. Этим летом гамма кроссоверов дополнилась компактной моделью Crossland. Вообще автомобиль выпускается с 2017 года, но к нам приехал сразу рестайлинговый вариант. Самое главное отличие – новый фасад. Crossland получил переоформленную радиаторную решетку и головную оптику. А вот полного привода так и не появилось. Трудятся исключительно передние колеса. Начальная цена – 1 миллион 700 тысяч рублей. А за тестовую топ-версию немцы просят уже почти 2 миллиона 300 тысяч рублей. Конкуренты – Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008, Toyota C-HR. Интерьер типично Opel'евский. Чуть скучноватый, но лаконичный и удобный. Салон по-прежнему отделан преимущественно твердым пластиком, но для данного сегмента это нормально. Из интересных фишек стоит отметить занятную Z-образную форму ручника и выдвижное стеклышко над панелью приборов, на которое выводятся данные о скорости движения и показания навигатора. Сзади особого простора нет, зато сиденье можно перемещать в продольном направлении, а спинки регулировать по углу наклона. Далеко не каждый одноклассник такое предложит. Возможности выбора двигателя нет. Машина предлагается исключительно с бензиновым, трехцилиндровым турбомотором. Это довольно современный агрегат семейства PureTech, но характеристики не самые выдающиеся. Мощность – 110 лошадиных сил, крутящий момент – 205 ньютон-метров. Если никуда не спешить, то мотора вроде хватает, но как только начинаешь активничать, карета превращается в тыкву. В общем, двигателю не помешало бы накинуть еще лошадок 20. Ну и немножко убавить громкости. В движении стрек от мотора перекрывает и аэродинамические шумы, и гул от шин. У него точный руль и хороший запас устойчивости в поворотах, но крены великоваты. А больше всего беспокоит невысокая плавность хода. Проезд по маломальски заметным неровностям сопровождается тряской. На бездорожье возможности Opel ограничены передним приводом. Закопаться – пара пустяков. Зато не забыли поставить металлическую защиту двигателя. При клиренсе 18 сантиметров без нее съезжать с асфальта было бы опасно. Кросланд – крепкий середнячок в своем сегменте. Симпатичная внешность, удобный салон. Но у него нет главного атрибута кроссоверов – полного привода. А без этого рассчитывать на успех не приходится. Продолжение следует...